Сейчас проведем небольшую тренировочку, учитывая, что мы все замородились в Красноярске. В Красноярске борьба, как вы уже все знаете, давно. Чемпионы в Красноярске рождались, становились чемпионами мира Олимпийских игр. Это уже давно. Здесь у нас на телефон Алексей Васильевич Шумаков. Так, где у нас Алексей Васильевич, Олимпийский чемпион 1976 года по григорибской борьбе. Давайте поприветствуем его. Так, где у нас первым олимпийским чемпионом в Красноярске становился Иван Сергеевич Ярыгин. Именем которого – Трансанин Бутуария Спорта. И тренером Ивана Сергеевича Ярыгина был Дмитрий Георгиевич Митяшин, который также был тренером двух кранковочек Ивана Дамира Виктора Петровича Алексеева. Был моим тренером, был тренером Дмитрий Георгиевича Батаева, который выписал на мой бой проводить тренировку. В городе Красноярске уже давно свой сложился стиль борьбы. Так называемая школа красноярской борьбы. И вот сидит над рифоном Сергей Сергеевич Питковский, мастер спорта битвы. Олимпийский чемпион среди юношей, победитель многих международных турниров. Мы под нами все очень более боролись. Сергей был одним из моих основных соперников. И тоже очень яркую красноярскую борьбу. Красноярский стиль борьбы Сергея был очень выраженный. Вот в двух словах, что из себя представляет красноярская борьба. Красноярский стиль борьбы, это атакующий стиль борьбы. С первой до последней секунды работаешь первым номером, постоянно атакуешь. Если ушли за ковер первым, прибегаешь на цесарь ковра, навязываешь свою борьбу для того, чтобы демонстрировать красноярскую школу борьбы, чтобы бороться в красноярском стиле, надо быть очень сильно функционально готовым, надо быть очень выносливым борьбом. Потому что эта борьба очень энергозатратная. Поэтому человек, который не в хорошей функциональной кондиции, не имеет хорошую выносливость, он не сможет в красноярскую борьбу бороться. Поэтому очень много тренировались, бросы, бегали и так далее. То есть красноярские борцы были всегда очень выносливыми, начиная от Ивана Сергеевича Ирынина и заканчивая сегодняшними борцами. Вот. Теперь для того, чтобы борьба, должна быть дисциплина борьбы. То есть у нас в красноярских борцов обязательно была очень четкая, выраженная односторонняя борьба. То есть стойка была односторонняя. Я вот сейчас наблюдаю, некоторые из вас одну сфанку борются в правой стойке, вторую борются в левой стойке. Это недопустимо. Это не дисциплинированная борьба. То есть сейчас буквально начнем, наверное, Элитар Петрович, со стойки. Как сохранять свою стойку, и дальше уже, наверное, какие-то захваты перейдем. Как навязывать свои захваты. И, наверное, по элементам покажутся, которые здесь мы наблюдали тоже. И на протяжении долгого времени особенно юношеская борьба. Ярко выраженные ошибки, которые бывают, и от которых надо избавляться. Вот эти ошибочки, наверное, пройдемся сегодня. Ярко микрофон. И начнем со стойки. Вот почему я говорю о стойке. Вот если я правосторонний борец. То есть бывает стойка или правосторонняя, бывает, да, или левосторонняя, бывает. Вот если я борец, который правосторонней стойке борюсь. Вот. А соответственно бывает борец тоже разный. Мне может попасться вот так, заурамалдин, амалдин. Правосторонний борец. Сухват. И левосторонней стойки борец. Вот. Я борец, который борется в правосторонней стойке. Я до конца схватки сохраняю свою стойку. Если он вынудит меня бороться вот в этой стойке, то я гораздо быстрее устану. И вероятность того, что я пропущу какие-то его атакующие действия, она очень высока. Вчера я наблюдал несколько схваток. Вот 60 килограммов с Айтиев боролся. С Тиргизом боролся. У Сайтиева вроде правая стойка, но вот этот тиргизский мальчик навязал ему свою борьбу. и они практически пустят в схватку. Микрофон можно. Микрофон. Возьмите тоже, если не долго. А, подсказывайте. То есть правосторонний. Вот Сергей Григорьевич Аштиханов отключился. Это один из самых талантливых, один из самых известных красноярских тренеров. Мой тренер, который ставил мне борьбу в возрасте 18 лет, когда я попал в Ростлянский игра. Первые два-три года. И именно Сергей Григорьевич Аштиханов боролся. И ставил мне... Насколько мы делаем Советского Союза и России Микрофон, Сергей Григорьевич, в вашем возрасте, когда я попал с кучей ошибок, вот он исправлял все мои ошибки и выстраивал правильную... правильную силу, правильный стиль борьбы. Вот смотрите, вот правая стойка. Я прохожу... Вот в эту ногу я прохожу только головой снаружи. Вот так я прохожу. Вот это не мой провод, а здесь я проиграю. Здесь я проиграю, потому что я правосторонний болезнь. Вот в эту ногу я прохожу вот так. золова внутри. То есть... Вот... Правосторонний болезнь не может проходить вот сюда. Это проигрышная ситуация. И не могу проходить я вот сюда. Это тоже проигрышная ситуация. Я смотрю, вы... Если... Вам отставят на ногу, вы не задумываясь, вы ударяете в нее, потом улетаете на обратной. Потом думаете, почему это я вроде в ногу прошел, а улетел. Или меня загрузили, перевели. Поэтому... Стойку надо сохранять. Вот это... Самое главное. Передвигается... Угу, покажи, как передвигается правосторонний болезнь. Вперед, назад и в пол. Вперед, назад, вправо, влево. Я не встречаю ноги. То есть я вот постоянно... Павлю прием. Вперед, назад, 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 назад. Вот это надо... С первых дней, вот мы считаем, красноярские, красноярские тренеры и борцы, считают, что с первого дня, как ребенок попал в зал, надо следить за тем, какой силой он болел. Правосторонний болезнь или левосторонний. Да, т.е. А если тренер определяет, видит, что этот мальчик правосторонний, да, то есть он кувыркается вот так, а не вот так, да, точно. И так далее. Может это быстро тренер видит, правосторонний или левосторонний. Бросочки можно делать на поближении всей борьбы. Можно во время тренировки направо и налево отрабатывать. Это полезно для общего развития и так далее. Но надо очень рано, чтобы болезнь понял, что у него правосторонняя стойка. И вот этих проходов в его арсенале не должно быть. Правостороннего борца вот таких проходов не должно быть. Потому что это заведомое проигрышная ситуация. Вот я прохожу сюда, вот так я прохожу сюда, вот так я прохожу. Понятно, да, это все. Это в основном для тренеров. Ну и ребята, мы здесь есть победители первой страны, Европы, мира. Вы должны это понимать. Со стойкой вроде бы понятно, да, да, точно. Вот перемещение, вы заметили, да, это пошло, это, это, ни в коем случае, как по бульвару, вот так бореться не ходят. Борца со стойки сбить, навязать мне, вот как вчера, я говорил, сюда мне, ну попробуй пробить, ну как мне можно пробить руку, вот сюда, если я правосторонний борец. а вы отдаёте вот так, и вас таскают по ковру. Конечно, я не умею в этой стойке бороться. Да, все открывается здесь. И вот, не дай бог, мне в эту ногу пройдут, я на этой вообще не умею стоять. А на этой я могу целый день проскакать могу, потому что это, я правосторонний борец. Мне могут только сюда пройти. А вам и сюда проходят, и в дальнюю проходят. Но это никуда не любите. Поэтому, стойку, запомните, это очень важно, сохранять свою стойку. Опытный тренер видит, когда бывает борец, лучше бороться, сохранять свою стойку. Это называется, дисциплина борьбы, дисциплина борьбы. Это не бардак, не хаос, а четкая дисциплина. Вот. Теперь, захваты тоже должны быть. Именно правильные захваты. Борьба начинается с захвата. Идем туда. Будешь вот здесь стоять. Игроком, когда я попрошу даже. Вот смотрите. Простые, элементарные захваты. Вот такой захват есть в борьбе. Да? Вот для правостороннего борца, то, что я показываю, так как у меня правая стойка, у меня нет вот такого захвата. Это для меня проигрышный захват. Если мне навязали вот такой захват, здесь я проиграю. То есть, сохраняется все время стойка. Вот захват. Простейший захват в борьбе. Отсюда начинается. Да? Здесь много приемов. Вот. Теперь, чтобы войти в контакт. Борьба начинается с контакта. Вот мы на дистанции. Очень мало приемов. Редко там. Можно издалека проскочить в ноги. Но это тоже уже на важном уровне даже не проходит. Для того, чтобы пройти действие, нужен контакт. Для того, чтобы этот контакт состоялся, если я на него вот так полезу, он мне в ноги пройдет. То есть, обязательно надо его обмануть, потом захватывать. То есть, обязательно перед тем, как сойти с борцом, нужно его, опа, чтобы он реагировал на движение, на действие, дальше пошел захват. Отвлекать. Обязательно надо его отблечь. Если это хороший борец, если я к нему сразу полежу, он мне раз и пройдет ноги. Поэтому для захвата, вот, все время я сохраняю стуль. Вот. Опа. Раз. Захват. Вот тот, кто владеет вот этим захватом, у него преимущества. Вот эта рука, если у меня вот здесь у него на шее, вот. Он устает. Он вынужден бы из этого захвата пытаться освободиться. Это мой приоритетный захват. Я смотрю схватки, вы всю схватку будете, и вас таскают вот так по ковру, и потом вы думаете, почему я устал. Ну, как можно не устать, если на тебе висит человек и таскает тебя по ковру. Отдаете любому вот так, чтобы с вам забирали шею. Вот. Иван Сергеевич Ерыкин вот такими шмунгами по шее любого человека уже первые тогда три периода боролись. За два периода вот этими тумаками уже человек был уже измотан полностью. поэтому не давайте себе вот так вот голову вот так хватать никому. Это должно наказываться сразу. Бери, вот. Закрывай. Ничего здесь делать не надо. Просто вот так. Я уже атакую. Так, вот. Вот. Вот это очень частый захват в борьбе. Если я правосторонний борец, а мне надо, как мы с чего начали, что я сюда прохожу вот так. Голова снаружи, я прохожу сюда. Да. Поэтому, если я эту руку пробил, то я становлюсь вот так. Я сохраняю свою стойку. И я вот так борюсь. Вот сюда проходу. Если же я пробил эту руку сюда, я вот так не становлюсь. Мне этот проход не нужен. Это не моя сторона. Здесь я борюсь уже вот так. Обязательно второй захват. Вот эта кисть должна контролироваться. Почему? Почему надо вот это? Чтобы он мне мельницу не сделал. Вот здесь самый короткий путь до мельницы. Вот. Если рука свободна. Если у него эта рука свободна, он упирается головой, и я улетаю на мельницу. Вот. Еще раз возвращаемся. Если пробил эту руку, то вот моя стойка. Отсюда я в эту сторону атакую. Или же пробиваю вторую руку, и перехожу уже на более удобную мне сторону. Отсюда у меня очень много приемов. Здесь я вот сюда могу пройти. Здесь я могу сюда пройти. Здесь я могу вот сюда пройти. И очень много уже это моя сторона. А то есть еще раз. Вот. Я сюда попал обычно так часто бывало. Вот он пытается мне руку. О! Все! Уже я атакую. Я атакую. Если мне эта сторона захвата не нужен, здесь он со мной не пойдет как правило. Он начинает избегать этот захват. Почему? Потому что он ему неудобный захват. Вот. Здесь я перехожу уже на более комфортный для себя захват. Все это то, что мы сейчас показали, несколько элементов. Это все для того, чтобы вы поняли, какая важность у стойки. Да? Как сохранить свою стойку. Вот. И при этом сохраняя свою стойку, как войти в захваты. Или же вот рука пошла. Вот это с правосторонним борцом я борюсь. А бывает левосторонний борец. Вот он меня вот так атакует. Здесь уже мне вообще комфортно. Мне уже не надо оттуда, отсюда, сюда переходить уже не надо. Здесь у меня еще сорокер. Я его так забираю руку. Уже все. Я здесь диктую. Или же сюда захожу я. И здесь тоже я диктую. Это все, что связано с борцом с левосторонней стойкой. То есть, независимо от того, какая у него стойка, моя стойка всегда сохраняется. Почему это важно? Потому что я годами привык к правосторонней стойке бороться. Все мои действия, которые я делаю, они правосторонние. Все мои группы мышц привыкли работать в правосторонней стойке. Дыхание мое вот в этой ситуации я и дышать не могу. Да? Как стойка. У меня и мышцы не к этому не приспособны. Потому что я годами боролся в этой стойке. Если я начинаю бороться, мне комфортно для себя стойке, соответственно, я быстрее устаю. Я начинаю, я начинаю нервничать, я начинаю психопомнивать. Вот здесь я держу себя уверенно, спокойно, ровно дышу. Но если я попадаю вот сюда, здесь я пытаюсь освободиться, мне страшно, что сейчас я улету на прием, а когда человек панировать раздинает, он гораздо быстрее устает. Плюс из-за того, что я еще мне непривычно здесь бороться мои мышцы не готовы. Вот. Поэтому надо уметь сохранять свою стойку. Вот. Это очень важно. Сколько бы вы его не научили техническим действиям, вот все приемы он делает. Но понятия не имеет на стойке, он будет так хорошо бросать, так же хорошо улетает. Вот. То есть, если сама структура неверная, чем бы вы ее ни навесили, успеха не будет. Вот. Поэтому стойка. А, Виктор, добавите что-нибудь? Я добавлю еще. Восар, вот. Правильно все эти моменты вот заткните. Тренеры, ребята. Вот. И еще немаловажные вопросы. Почему вот бывает, что вы выигрываете с вас, например, 2-3 балла, остается там буквально 47 баллов. Вам уже не нужно рисковать. Поэтому, значит, как раз то, что было с Афакансом, конкретно нужно завязать человека, вот. Или же вы просто получите предупреждение, вот вы буквально и ранее вчера проросся не помню с кем. Вот. Он на последних секундах дали, значит, столу предупреждение против него. На последних секундах, потому что он как бы это не знал, как, значит, защититься, как сохранить свое преимущество. И получил, значит, предупреждение и проиграл с вами. Вот. Чтобы этого не получилось, вот как раз то, что у вас там показывают, нужно, если вам не нужно рисковать, и уже в борьбу выигрываете балладейк 2, и вам нужно сохранить преимущество. Значит, вот нужно или привязать руку снизу. Активная борьба. Без приемов, без риска для себя. Активное навязывание борьбы. Начинай выбираться. Да? Вот. То есть я все время активно борюсь в захвате. За что мне дать предупреждение? И он ничего не может сделать. Правильно Виктор Петрович говорит. А вы выигрываете, смотрите на табло, осталось 20 секунд. И берете, прыгаете, ноги, он отбрасывает. Вот здесь все, сдох я. Быстрее всего устаешь танк. На тебе допустим, сколько вес у тебя доучили? 75 килограммов на мне висит. Конечно, я быстрее устану. А я и так уже еле-еле дышу. Для того, чтобы сохранить свое преимущество, я иду как под танк под него прыгаю, он на меня ложится, я вообще дышать не могу. И все. Кислород мозг не поступает, башка соображать, перестает, неволи, ничего уже не остается, я ничего вокруг не вижу и сдаюсь. Поэтому активно защищаться надо уметь. Лучше пускай я вот в этом захвате. Он же устает, я его нагружаю здесь. Ему надо еще отсюда вырваться, я преследую его дальше. Но от того, что вот так сесть и послушать, борьбой не учатся. Сколько бы мы вам сейчас это не рассказывали, вы лучше не станете. Это надо нарабатывать на каждой тренировке. Вот допустим, сегодня он проиграл по которой Виктор Петрович говорит. Оставалось 20 секунд, он пошел прыгнул в ноги, его загрузили и забежали. Теперь завтра приходит он на тренировки и продолжает точно так тренироваться как до сих пор. Ничего не поменяется. Его надо во время тренировок моделировать ситуации не надо. Вот надо чтобы ты выигрываешь 2 балла осталось 20 секунд. Вот я еще Рома еще вон Абдурахим мы четверга становимся и его задача 20 секунд отстоять эти 2 балла и при этом не нырять туда в ноги. Вот примерно вот здесь зоны все начинает. Мне надо взять эти 2 баллы ему надо защититься. Вот теперь закончили все бегом робот на него нападает также задача сохраняется у него то есть вот таким образом ежедневно моделировать эту ситуацию надо ее надо нарабатывать от того что послушает он он не научится это надо ежедневно моделировать именно в этой ситуации борьба это самое главное нужно научиться бороться с схваткой во время соревнований отработок нету баллы за это не дают то есть нас мы должны научиться бороться с схваткой вот ситуации которые бывают в схватках их надо переносить на тренировку и вот эти ситуации видят такие ситуации там где-то ногу прошел загрузи меня загрузил вот загрузил забегай вот проиграл я балл вот тоже ситуация вы же на тренировках вот в этой ситуации много же работаете вот точно так же надо работать и над захватами и над вот такими ситуациями которые вот я выигрываю балл остается 20 секунд ежедневно через день как у вас поставить некий план и работать над ситуациями то же самое вот из этих ситуаций вы работаете да там различные приемы вы отрабатываете да там и много приемов приемы вы все уже знаете вот поэтому сейчас показывать вам красивые приемы это в конце Завру Малдинёш Малдинёш покажет вам красивые приемы но то что мы сейчас говорим это гораздо важнее вот теперь со стольки мы начали с захватов мы начали то есть должны быть приоритетные захваты захваты которые комфортны для меня которые я ежедневно в которых я тренируюсь если он будет навязывать свои захваты и я буду вынужден бороться с комфортных для него захватов это проигрышная ситуация я быстрее устану и я вероятность того что пропущу прием гораздо больше чем я отсюда отсюда я проиграю скорее всего хотя нету проигрышных ситуаций там да можно захвата выбраться но это надо натренировать на тренировку спорта хорошо теперь по поводу проходов ноги и оттягивания мы вольная борьба очень важно для борцов вольников умение защищать ноги и умение проходить ноги вот такой очень часто встречающийся момент но начнем с того что лучше всего на самой ранней стадии прохода его остановить за правую ногу проходить вот лучше всего на самой ранней если не что вот здесь стоит лучше всего на самой ранней стадии его остановить чтобы он не прошел и уже отсюда не надо было мне придумывать что-то то есть лучше всего остановить его на самой ранней стадии во время тренировочного процесса Дмитрий Георгиевич медиашвили и утром на зарядке и перед тренировкой вечерней и в конце вечерней тренировки заставлял меня вот так встречать именно плечо плечо вот если снаружи он проходит вот так жестко встречать то есть скорость это с одной стороны это вырабатывается чувство на самой ранней стадии реакция срабатывает у тебя то есть как только он начинает проходить ногу ранняя реакция у меня срабатывает если я во время тренировок много работаю над тем чтобы его остановить на самой ранней стадии плечом я его восстанавливаю здесь вот так поэтому это не значит что я его только так буду восстанавливать некоторые проскочить ногу но я уже вот действие даже если он здесь проскочит ноги в другую вот так он мне в ногу не войдет если даже он дойдет уже то у меня нога будет одной рукой зацепиться и отсюда его надо будет добирать а здесь у меня вероятность защититься больше поэтому не ждите пока вам пройдут ногу соединят обе руки а потом я попробую защититься там обратно сделаю и так далее желательно на самой ранней стадии учиться защищать ноги если будет у вас завязан в вашем захвате это тоже защита от прохода ноги такой проход ноги если он будет в таком состоянии такой проход ноги если я его контролирую вот так такой проход ноги но если он будет 5 минут таскать конечно он вам пройдет в ногу вы все за полик за лады уступили вы уступили психологическое преимущество вам взяли за голову таскают под тему ковру конечно он вам какой-то прием сделает но если я буду атаковать и все время буду его завязывать контролировать да он нормальную штуйку то я ему не дал встать о каком проходе ноги можете терять то есть надо человека завязывать преследовать тем самым помимо того что вы берете приоритетные для себя привычные удобные захваты вы еще его психологически ломаете у него ничего не получается первые до последних минуты я все время его преследую гоняю у него вся задача освободиться от моих захватов защититься от моих приемов вот но получилось так что вам прошли в ногу допустим голова снаружи вы начинаете оттягивать вот такая ситуация очень частая и 90% дворцов считают здесь что чем дальше я оттянусь третья начинает оттянуть 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 и вы думаете что чем дальше вы оттянуть тем больше вы себя обезопасите но это неправильно передавайте вот чем дальше вот сейчас на средний запах вот здесь ему гораздо легче меня перевести чем вот здесь а вы отсюда начинаете тянуться тянуться разгружаете полностью его плечо спину чем мне его грузить грудью не грузят грудья вот так вот здесь за счет давления на него бедра прогнувшись вот так и от нее есть чем его грудить вот основная масса из вас с перепугу что вам прошли в ногу вы начинаете максимально далеко оттягивать 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 и потом он вас спокойненько натягивает или переворачивает в эту сторону держит смотри оттягивай ногу вот все он меня уже разгрузил разгрузил он меня здесь вот здесь вот здесь я и в сторону могу ну-ка вот вот здесь он сейчас хорошо нормально грузит вот вот сейчас начинай оттягиваться вот вот здесь все на меня уже давления нету здесь я и подтянуться могу да и и вот в сторону могу и как минимум подалеко отсидишь этот захват я продержу хоть до вечера никуда он мне не забежит а вот чуть выше вот здесь уже вот вот здесь уже мне тяжело или же вот эту ногу я прошел далеко отходи вот вот здесь он мне полностью плечи разгружает здесь вот вот сейчас тяжело мне уже вот этот момент обязательно поработайте наработайте почувствуйте вот это надо почувствовать вот надо это почувствовать не сюда не залазить больше чем нужно чтобы он вот так не поднял и не оттягиваться больше чем нужно разгружая его вот 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 так человека надо загружать вот поняли да о чем речь идет вот Виктор Петрович это очень хорошо умел делать научить умел правильно Виктор Петрович вот это надо повторить с одним со вторым с третьим брать и загружать сразу правильно вам сказал здесь невозможно как бы надо дойти золотую середину и не залезть на него чтобы меня подняли и не спуститься туда чтобы меня подняли и забрали а золотая середина просто загрузить и я уверен что даже тяжеловес не поднимется если он загрузит поэтому привыкайте правильно анализировать после соревнований даже после каждой тренировки после каждой тренировки в сладке нужно делать анализ что у вас не хватает какие у вас слабые есть формы и вот над этим работать с ВИП-3 и тогда будет все получаться вот это значит то что у вас сегодня показывает это уникальнейшая возможность вам понять суть вот это если вы поймете вот это у вас никто ногу даже если возьмут никогда вас никто не переведет у Адама была возможность такая ну он проиграл однажды нет значит значит вот с этого положения гиммер спрыгает в ноги и а там же время налегко смолзался он подтягивал и переводил потом он буквально с полугода посидели с ним над этим вот моментом что у вас сейчас показывают и его потом он только легко его переводил тут его даже не мог ногу близко взять а если брал то и оставался там поэтому советую повторять много раз бороться в этой ситуации я понимаю что это не легко это трудная работа но она очень важная работа в больной борьбе поэтому советую всем делать это спасибо спасибо аплодисменты с моей стороны если меня затянули не в мою сторону здесь я скорее всего проиграю здесь надо выбираться и возвращаться в свою сторону потом третье мы а это я говорю вам чтобы вы запомнили и дома над этим работали вот если где-то что-то непонятно включайте борьбу смотрите анализируйте но вы уже услышали и вы уже будете это придавать значение вы будете уже наблюдать и когда какую-то будете борьбу смотреть у вас уже будет информация и вы будете видеть что вот человек не в своей стойке борется его вынудили бороться в этой стойке и скорее всего он там проиграет вот третье мы работаем ноги правосторонняя стойка я сюда головой снаружи прохожу сюда я головой на три прохожу и ни в коем случае я не прохожу вот так или вот так это проигрышная ситуация с нормальным борцом какого-то мешка наверное можно и так перевести но нормальным борцом проиграете потом мы поговорили о том что желательно научиться человека встречать на самой ранней стадии прохода ноги но если уже пропустили ноги то загружать его надо правильно за счет вот эти вот эти места я его загружаю вот брудью от сколы вот так далеко отойдя брудью я его не загружу я его наоборот разгружаю вот здесь совсем другая нагрузка другая да вот вот такие несколько моментов запомните и дальше на тренировках это нарабатывает сколько времени у нас сейчас 40 минут 40 да чуть-чуть времени вот дальше заурмалудинович покажет какие-нибудь свои излюбленные приемы которые у него красиво получались на на просто немножко как бы сегодня как бы я рад и горжусь что именно в Красноярске школы борьбы есть такие люди на сегодняшний день я не знаю самая главная сборная Россия я не увидел ни одного человека чтобы так телеграмм проводили проводились приемы броски уникальнейшие броски это действительно завод сегодня один из лучших исполнителей вот этих бросков сейчас он продемонстрирует вы сами увидите что это действительно так он очень много над этим работал и сегодня он уже является давно тренером команды России но он это производит как будто он действующий спортсмен я уверен что он еще может года два-три еще и побороться покажется у вас все добрый день уважаемые спортсмены судьи гости все любители борьбы спасибо за предоставленную возможность в очередной раз выйти на ковер в нашем родном зале имени Иван Сергеевич Эльгина Петрович спасибо за любые слова я постараюсь чуть-чуть свое мастерство и опыт далее наших юных борцов подошли как сказал мой совет Виктор Петрович речь идет о том что правая стойка правая нога впереди опорная левая стойка Я всегда привожу хороший пример. Мы плющем или с правой руки, или с левой руки. Также есть правая и правильное передвижение по всей площади. Дальше возвращаемся с захватом, простые моменты. Стараюсь нам сейчас показать. Сейчас очень ценится, ребята. Бросил, получил 4 балла. Иногда бывает 5. За особые приемы, за особую красоту. Поэтому сейчас очень много нужно работать, к сожалению. Очень мало стал образков. Вот даже, как мы его смотрели вчера, я не увидел. Никто не бросил за руку. Никто не бросил, значит, прогиб. Медро за шагами никто не бросил. Ну это, честно говоря, очень сложно. Потому что это больная борьба. И это все можно делать, понимаете? Но, к сожалению, может быть, тренеры действительно доносят до наших спортсменов. И получается, в общем, такая толкотня не очень хорошая. Можно. Медор Петрович, защита борцов, скажу. Вот через брук видел, как бросили. А было, да? Медро видел ни одного. Вот зашагиваний не видел. Кочерек, кочерки очень мало было. Вот, Медро видел. Видел в тяжелом весе через брукнице, как бросил. Спасибо. Это врагов. Все. Парк, тихо. Стоп. О, лето. Стоп. О, лето. У нас только. Не знаю. Не знаю. Тихо. Кочереком. Ух, да. Ух. Ух, да. Это кто-то, кто-то, кто-то. Ух. Это не очень хилого. Это он как раз это на твоём, он тоже делает, я думаю, что он не простит тебя. Я его вот начинаю. Солим, но естественно его реакция, он будет идти на меня. В этот момент я, видите, инициативу его использую, чуть-чуть расслабляюсь и снизу. То есть использование инициативы. Ребята, вот видите, я его начинаю руку снизу пробивать, естественно, он будет на меня идти. Дальше. Дальше я его начинаю двигать в правую, в левую сторону вперёд. Потянул вниз, что он будет делать? Он будет, естественно, поднимать голову. Я не должен ждать, пока он поднимет голову. Как только он поднимает голову, я уже истам. Видите? Ребята, снимаем. На слонов на ног. Опору убираю. Сюда подсаживаюсь. Сюда. Сюда вершаем. Держательный сезон. Забирайте руку с боку. Здесь очень много открывается приёмов. Сюда много можно пройти. Сюда зайти назад. Отключайте руку. Научитесь правильно отключать руку. Некоторые отключают руку, а он к вам лицом разворачивается. А смысл его, то, что вы отключили. Именно нужно отключать сустав. Видите? Сустав. Здесь я отключу. Вот отключён. Маленькая, вроде бы, деталь. Клечо здесь, или вот здесь. Видите? Я себя потянул сюда. Даю ему возможность встать. Очень мало вот этого действия. Этой круговой мельницы сейчас практически нету. Нету. Это, ребята, начинал бросать Иван Сергеевич Ерыгин. Иван Сергеевич. Иван Сергеевич.